Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Попучик» в студии Павел Федоров. И мы продолжаем в прямом эфире закрывать автоспортивный сезон 2011 года. Сегодня очередь немецкого кузовного чемпионата ДТМ. И по традиции эфир сегодня проведет комментатор Сергей Беднорукща, который весь этот год знакомил вас с событиями на трассе в прямом эфире. Ну а для того, чтобы узнать, как на самом деле, каково пилотам этой серии, у нас сегодня специальный гостик, тоже хорошо вам знакомый. Этот человек знает не понаслышке, что такое трасса немецких кузовных чемпионатов и каково быть на них в боевом состоянии, в гонке. Это пилот Олег Кисельман. Добрый день. Не стесняйтесь, мы находимся в прямом эфире. Пишите нам смс, звоните в студию. Телефон 617-95-55, прямой московский номер. Ждем ваших мнений, вопросов, суждений. Поэтому подключайтесь к нашей беседе. Сергей, с чего начнем? Ну, начнем, я думаю, с подведения итогов сезона, который завершился месяц назад. Сезон можно назвать историческим, потому что это был последний чемпионат, который прошел в рамках старого технического регламента. В следующем году абсолютно новые машины, абсолютно новые технические правила. Естественно, мы об этом также будем говорить, потому что в серию возвращается BMW, то, чего так долго все ждали. Но начнем, естественно, с подведения итогов прошедшего сезона, который завершился достаточно неожиданно, поскольку победу в нем одержал впервые в истории пилот, который выступал на машине предыдущей спецификации, Мартин Томчик на Audi 2008 года. Вообще уже второй год подряд действует заморозка технического регламента в серии ДТМ по ходу прошедшего чемпионата. Поэтому выступали машины 2008 и 2009 годов. И Мартин Томчик за рулем прошлогодней Audi сумел одержать победу. Но вначале я... Я вопросу, Олег, дорогие друзья, вы заметили, как мы заслушались, потому что это уже третий эфир наших комментаторов. Эти люди, которые по большому счету знают все о чемпионате, это здорово. Я лишь небольшой вопрос. Олег, вот 2008 год, человек выезжает на трассу на старой машине, не только старой по спецификации, если я правильно понимаю, да, но еще просто уже устало железо, устало, вот, ну, сам автомобиль не мог устал. Это некое чудо действительно? Или так, примеры бывают? Да нет, но в гоночных автомобилях, конечно, срок службы их несколько ограничен, но два сезона это нормально, то есть ничего там не устало, все там поменяли, и практически это новая машина по старым требованиям. Тем более, насколько я знаю, там есть разница в весе, и это сыграло значительную роль на каких-то трассах. Трассы в чемпионате ДТМ очень разнообразные, есть совсем быстрые, есть совсем медленные, техничные и так далее. Ну, видно, вот так вот сложилось, тем более, что гонщик сильный. Я сразу говорю, что я, к сожалению, в ДТМ не ездил, я ездил в Porsche Carriera Cup, который с ДТМ вместе едет, то есть это две гоночные серии, которые проходят в один и тот же день, поэтому многое происходило на моих глазах, поэтому могу как очевидец рассказывать, а не как гонщик, к сожалению, ДТМ. Ну, Олег, как раз в связи с этим, хотелось бы с этого начать нашу беседу. К Мартину Томчику мы, безусловно, вернемся, и к причинам, по которым он сумел за рулем прошлогодней машины стать чемпионом. Но вот вы, как человек, проведший четыре сезона там в падоке ДТМ, гоняясь в немецком кубке Porsche Carriera в рамках гоночных уикендов ДТМ, какие впечатления эта серия оставляет, грубо говоря, изнутри? Потому что все мы знаем, что это престижная серия, ее многие называют лучшей серией в Европе после Формулы-1. Вот каково ощущение изнутри? Насколько действительно автоконцерны в это вкладываются? Ну, смотрите, ощущение изнутри, из-за зрительской трибуны, из падока, что это великая гоночная серия. Я, естественно, ездил в Porsche Super Cup, который ездит в Формулу-1, и могу вам сказать, что для меня ДТМ – это более уважаемая гоночная серия. Я вижу профессиональную работу пилотов, вижу размах автопроизводителей, и там гораздо меньше надуманности, какой-то пиар каких-то вещей, таких вот, знаете, элементов шоу. Они тоже присутствуют, так как все-таки это медийная гоночная серия, но, тем не менее, с Формулой-1 не сравнится. То есть, если внутри паддока Формул-1 ты не понимаешь, зачем этим всем людям, которые сидят на трибунах, тусуются в вип-зонах и так далее, зачем им еще гонки? Они им мешают, звук какой-то там, какой-то регламент, сюда не ходи, туда ходи. В ДТМ все-таки на первом месте – это спортивная борьба. И закулисная борьба она есть, но ее гораздо меньше. То есть, это однозначно одна из величайших мировых гоночных кузовных серий, а в чем-то она и опережает Формулу-1, ну, допустим, Гран-при Европы, Формула-1 и гонка в Нюрнбург-Ринге. На Гран-при Европы зрителей меньше, причем на порядок. То есть, в отношении такое 90 тысяч, 150 тысяч – это, по-моему, 2007 год, там, рекорд какой-то. И то же самое мнение, кстати говоря, разделяет легендарный Клаус Людвиг, буквально вот на днях читал его интервью, и он назвал ДТМ лучшей гоночной серией в мире. Ну, конечно, у Людвига есть своя заинтересованность, потому что он был чемпионом этой серии, там выступал, но так или иначе. Я, кстати, вижу, что это повод для нашего голосования. Дорогие друзья, мы теперь можем узнавать интерактивно ваше мнение. Давайте проголосуем. Как, на ваш взгляд, вам понравился сезон 2011 года или нет? Вы сейчас там увидите скоро плашку голосования. Обратите внимание, что это платная услуга. Но, тем не менее, мы постараемся в ближайшие несколько минут узнать ваше мнение. И у нас висит звонок от настоящих фанатов гонок ДТМ из Тамбова, как мне подсказывают. Добрый вечер. Представьтесь, кто вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут Антон из Тамбовской области. Поставим в виде вашего телеканала, что я знаю, вон СТМ. Мне бы хотелось... Мне бы хотелось задать вопрос Сергею Петрукову, связанный с сезоном 2011 года. Ну, в связи с тем, что в следующем году будет некая вычискаться регламента, но продерется и продлитель в БМС, насколько будет плотность результатов между всеми трех последствиями. И насколько будет эта борьба более плотна, чем предыдущий сезон, или все-таки будет неградина между силами одной команды и другой. Спасибо. Ну, вот что называется, не в бровь, а в глаз. Самый главный человек, наверное, следит, видно, что следит за гонками. Самое главное, так сказать, ухватил и задает вопрос. Да, Антон из Тамбовской области, постоянный читатель моего блога, насколько я понимаю, это именно он. И действительно очень интересный и правильный вопрос. И о сезоне 2012 года, о прогнозах мы еще поговорим сегодня. Но если сейчас начинать кратко отвечать на этот вопрос, то, естественно, организаторы серии заинтересованы в том, чтобы была плотность результатов. И делают все, чтобы отрывы между машинами были минимальными. Естественно, унификация технического регламента, о котором мы чуть подробнее поговорим, когда у машин разных марок будут стандартные узлы, это сделает борьбу более равной. И как раз если проводить параллель с нынешним сезоном, то уже в этом году мы увидели небывалую до сези плотность, потому что 18 пилотов, которые на протяжении всего сезона выступали в серии, практически в каждой сессии в тренировках квалификации умещались в одну секунду. Это действительно потрясающая плотность. То есть даже швейцарка Рахель Фрей, которая дебютировала в серии, была традиционно последним в нынешнем сезоне, но уступала лидеру около секунды. Редко, когда больше. Это во многом связано с приходом в нынешнем сезоне нового поставщика резины. И с учетом как разоморозки технического регламента, именно приход компании Hankook вместо Dunlop в этом году стал главной технической изюминкой сезона, потому что резина действительно, и Олег, я думаю, сможет об этом подробно сказать и подтвердить, в гонках зависит очень много, потому что именно резина обеспечивает связь автомобиля с дорогой. И в прошлом году Audi потерпела тотальное поражение от Мерседеса именно из-за того, что новая резина Dunlop, которая была подготовлена к сезону 2010 года, она абсолютно не подходила Audi. В итоге Мерседесы разгромили ингольштадцев, первые три позиции по итогам чемпионата заняли пилоты штутгартского концерна. В этом году пришел новый производитель, южнокорейская компания Hankook стала официальным партнером серии. И в межсезонье после первых же тестов все пилоты очень нахваливали эту резину, говорили о том, что у него более широкий диапазон работы. То есть можно более точно работать с настройками. Вот Олег, вопрос именно технического плана действительно, насколько важен вот этот диапазон работы с шинами, насколько он позволяет больше работать с настройками, если резина подходит автомобилю? Ну, хотел бы, во-первых, опровергнуть такое вот мнение, такое досужие, что, ну, начну чуть издалека то, что вы сказали раньше, что, допустим, плотность результата зависит от уровня, допустим, от одинакового технического уровня или пилотов. Зачастую мы видим плотность результатов там, где уровень пилотов очень разный, а просто машина очень много прощает. Вот, и это как раз связано с резиной, то есть резина стала прощать гораздо больше, да, допустим, там, ну, там, чтобы было понятно нашим зрителям, реакции автомобиля стали более растянуты. Так, если раньше там неопытный пилот делал ошибку в каком-то там, входе в какой-то поворот и терял сразу секунду, сейчас он делает ту же ошибку, теряет десятую долю секунды. Ну, может, я так утрирую. Вот, поэтому зачастую мы видим в очень сильных чемпионатах разрыв 3 секунды, да, и мы думаем, господи, там сзади едут чайники, вот. А где-то в любительских чемпионатах все там в каком-нибудь прокатном картинге укладываются все в доли секунды. Поэтому это не совсем правильно, то есть уровень чемпионата не говорит о разрыве, да, то есть то, что все укладываются первая двадцатка в секунде, это такой косвенный показатель, вот. От резины очень много зависит. От резины зависит огромный, ну, так скажем, и профессионализм команды. Умение работать с колесами очень важно и для команды, и для гонщика. И это зависит, и это важно в процессе подготовки. Я, если честно, тоже не совсем верю, что вот команда, допустим, которая в ДТМе участвует, там, не знаю, пять лет, вот, и всего является одной из, вдруг не сделала автомобиль, ну, не смогла настроиться под резину, да, выступая в нем десятью автомобилями. Как-то мне кажется, что это распространенная причина, почему они провалились, это объяснение. Но на самом деле не так все просто. Это мое мнение. Но опять же, Сергей, я подтверждаю, что от резины огромное, очень многое зависит. Я так думаю, что конкретный пилот, его гоночный инженер, вот, должны, прежде всего, уметь работать с резиной. То есть резина, с одной стороны, от нее и зависит, и потом это такой косвенный показатель ее, там, температура, куча параметров. Это говорит о том, как вы поработали с подвеской, с этим, с этим, с этим, с этим. Все выражается по резине. И ощущение пилотов дает, конечно, резина. Да, если вы продолжаете вот эту тему. Я сейчас просто слежу за вашим голосованием и начал уже было волноваться, потому что был какой-то момент, 67% зрителей решили, что мне понравилось ДТМ на нашем канале. Вот мне, как главный редактор, это звонок, что, ребят, надо менять эту серию на какую-то другую. И сейчас, слава богу, это выровнялось. Вроде бы кому-то понравилось, кому-то нет. Но опять же, 50 на 50. Меня это просто удивляет. Ну, я думаю, что здесь зрители голосуют с точки зрения спортивного интереса, потому что, ну, многие гонки, может быть, были не столь захватывающие, как многие этого ожидали. Но с приходом нового технического регламента как раз это должно все измениться. Ну, будем надеяться, потому что 50 на 50, я думаю, организаторов гонки это бы тоже напрягло, потому что зрители уже 60 на 40. Прошу прощения, 60 на 40. Я так думаю, что тут еще виноват чуть более сложный регламент, который все-таки для традиционных немецких болельщиков, которые в теме, да? А человек, который, ну, не знает, допустим, почему именно пидстоп в этот момент, а не в этот момент, почему вот гонка происходит так, почему, ну, для них чуть сложно разобраться. То есть нашему зрителю, который не так технически или спортивно подкован, для них важно вот старт, вот финиш, кто на финише первый, тот молодец. А вот эти все технические тонкости, объяснения, вот произошло, вот он отстал вдруг, ехал-ехал первый, а вдруг оказался 12-й или 15-й, как это вот в ДТМе. Не то же, грубо говоря, сидишь на трибуне, да, после своей гонки, смотришь там, Майк Роккенфеллер, за которого я болею, едет в тройке. Том отвернулся там, из команды позвонили по телефону, у тебя не было там минуту, то есть ты раз, он едет 15-й. Вот, что произошло? Вот, вот это вот, конечно, для специалистов. А рядом на трибуне немцы говорят, а, вот он просто там не вовремя заехал на пидстоп, и вот если бы он на круг позже, он был бы там второй, а не 15-й, понимаете, да, разница? То есть, он стал не четвертый вместо третьего, да, он сразу стал 15-й. Ну, я, может, утрирую, но тем не менее. Вот, как раз, если продолжать вот эту тему. Ну, и шаговый, получается шаговый чистый воды. Да, технические изюминки, и опять же, вот вопрос о шинах. И вот в этом году, несмотря на то, что в межсезонье после теста все хвалили новую резину, но тем не менее у некоторых гонщиков возникли трудности с адаптацией к ней, и причем эти гонщики – это фавориты, предсезонные фавориты, самые звездные пилоты, в частности, Матя Сэкстрим и Гэри Паффет с Тимом Шайдером, они испытывали проблемы. Причем, вот, например, у Матя Сэкстрима, если после летнего перерыва ко второй половине чемпионата он сумел полностью их решить, выдал великолепную серию, но в начале сезона у него были большие трудности, и, например, на этапе в Лаузице даже он объяснил свое неудачное выступление в гонке тем, что просто-напросто ошиблись с выбором давления в шинах, вот какие факторы играют роль, и из-за этого он откатился в конец очковой группы. Что касается Шайдера и Паффета, двух экс-чемпионов серии ДТМ, то Шайдер лишь один раз сумел подняться на подиум, при этом у него проблемы возникали традиционно в квалификациях, он не мог именно выдать один быстрый круг вот на этой резине, в гонках затем за счет стратегии, за счет хорошего гоночного темпа прорывался, но в итоге лишь один раз поднялся на подиум на том же этапе в Лаузице. Что касается Гэри Паффета, то это вообще, пожалуй, главное расчарование сезона, потому что британец так и не смог по-настоящему действительно адаптироваться к этой резине, все началось для него с вылета на первом же квалификационном круге в Хоккенхайме первого этапа, и ни одного пулема за весь сезон. Это пилот, от которого ждали победы в чемпионате, и Мерседес делал на него основную ставку, но в итоге Гэри Паффет ни разу даже не попал в первую тройку. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, более широкий диапазон работы резины, всем эти шины подходят, но некоторые пилоты, в том числе самые опытные, столкнулись с трудностями. То есть кому-то, Олег, следуя логике, кому-то не надо было попроще, кому-то нужна была резина, которая не прощает ошибок, которая такая жесткая по-своему, а за счет того, что люди знали ноу-хау той предыдущей резины, то теперь, когда все потянулись до общего уровня, вот эти лидеры, они растворились. Ну, я могу сказать, что Сергей говорит, что, допустим, для кого-то эта резина не подошла, и он не нашел с ней общего языка. Это, знаете, на общем фоне. То есть до этого он был в лидерах, а теперь он проигрывает относительно себя всего сотки. Но это хватает, что он становится не третий, а тринадцатый. Просто плотность результатов очень большая, и уровень пилотов очень большой. В этом и есть профессиональный автоспорт, что ты должен составляющей победы, допустим, в ДТМе, допустим, состоит из двадцати параметров, да, ты во всех двадцати должен быть вот близок к абсолюту, да. Если один какой-то проваливается, да, ты уже там не в тройке, а ты уже там в последней тройке, да. Есть гоночные серии, где ты можешь там в половине наиболее важных быть близко к абсолюту, а где-то там провалиться, где-то еще что-то. Ну вот профессиональные гонки они такие. Ты вот чуть где-то не доработал, и не обязательно это с резиной. Я думаю, что тут с резиной вот совсем простые объяснения. Для всех, для всех. Да, да, да. И я так думаю, что мы же их тоже берем, и наверняка Сергей берет это из официальных каких-то пресс-релизов. Это очень удобное объяснение, что вот, ну, там, резина же стала другая, вот, поэтому вот у меня какие-то там проблемы. На самом деле просто уровень конкуренции настолько высок, да, что даже однозначно быстрому талантливому пилоту, ну, вот, просто может даже и не вести, да, дело там не в резине, поэтому, ну, очень тяжело судить. То есть, и я просто зная вот эти команды, и, допустим, когда я там выступал в Porsche Carriera Cup, как раз вот, видя официальные пресс-релизы и слушая разговоры клуарные, они вот, в общем-то, расходятся. Ну, увы. Мы можем 100% поговорить о том, что все факторы успеха в этом году сумел собрать воедино Мартин Томчик, потому что сезон завершился просто феноменально. Он все 10 гонок закончил в первой пятерке, то есть всегда набирал очки, три победы, и это за рулем машины предыдущей спецификации. Я думаю, что сейчас как раз самое время вот подробнее остановиться на этом триумфе Мартина Томчика. Он на протяжении 10 лет выступал за основной коллектив Audi, Up Sports Line, но не оправдал надежд. То есть всегда вот именно не хватало ему стабильности. А в ДТМ стабильность очень важна, потому что сезон не такой большой, например, как в Формуле-1 или MotoGP. 10 этапов, да, в среднем проходит в год. Поэтому очень важно на каждом этапе показывать хороший результат, набирать очки. И этого не хватало Мартину Томчику. То есть скорость у него была на отдельных гонках, но на других он проваливался, и в итоге до нынешнего сезона он только один раз в своей карьере реально боролся за титул перед последним этапом в 2007 году. И в итоге руководство Audi перед началом нынешнего сезона отправило его, ну, грубо говоря, на понижение в команду, которая выступает на машинах предыдущей спецификации, команду «Феникс». Но, парадоксально, что именно за рулем этой машины, казалось бы, уже потеряв изначально шансы на победу, Мартин Томчик сумел стать чемпионом. Здесь есть несколько факторов успеха. Во-первых... Если все скажут, ну, конечно, Резина, он просто был с ней знаком, дома тренировался, не знаю. Да, я вот, может, озлобился просто, я не знаю, психологический фасад. Такое бывает? Однозначно. Да, я с Мартином как раз разговаривал на презентации сезона Висбадена, который традиционно проходит, тоже очень интересное действие именно, вот, задумка такая серии ДТМ, демонстрационная заезда в городе. И я ему тогда задал вопрос о том, вот, не обидно ли, что, по сути, доверие в команде потеряно. Он сказал о том, что, ну, с одной стороны, когда он узнал об этом решении, конечно, было обидно. Но потом он подумал и, в общем, решил, что, с другой стороны, будет меньше давления, никто от него не ждет борьбы за чемпионский титул. Его главная цель на этот сезон – стать лучшим из пилотов на прошлогодних машинах. И если пару раз удастся попасть на подиум, будет замечательно. В итоге он, ты, одержал победу, еще пять раз попадал на подиум и завоевал чемпионский титул за одну гонку до окончания сезона. Здесь один из факторов успеха заключается, на мой взгляд, в том, что в команде АПТ, в основной команде Ауди, которая использует машины последней модификации, Томчик всегда был в тени двух безусловных лидеров – Матиса Экстрема и Тима Шайдер. Именно на этих пилотах всегда делала ставка. Два чемпиона оба по дважды выигрывали чемпионат. В общем, в команде, конечно, они пользуются авторитетом. И перейдя в маленькую команду «Феникс», Мартин Томчик стал там безусловным лидером. Он отлично сработался с гоночным инженером. Они блестяще сумели подобрать настройки еще на предсезонных тестах, и в итоге это принесло свои оплоды. Плюс, как Олег в начале программы абсолютно верно заметил, весовой гандикап, не стоит об этом забывать. Машина предыдущей спецификации на 25 кг легче, чем машины последнего модельного ряда. И на некоторых трассах это действительно дало свое преимущество. Несмотря на то, что новая машина – это все-таки более быстрая, потому что там более развитая аэродинамика. Но на некоторых трассах, особенно с перепадами высот, вот этот весовой гандикап и плюс то, что машина менее аэродинамически загрушена, предыдущей модификации, давала свои преимущества и в итоге позволила неплохо выступить Мартем Томчику и выиграть титул. Могу вам привести другой аргумент иногда в других гоночных чемпионатах, когда, допустим, есть преимущество для прошлогодних или старых машин. Люди сильно думают и какой-нибудь гениальный инженер подсказывает пилоту, что надо ехать на прошлогодние модификации. Такой ход изначально. Да, то есть я не исключаю такой. Ну, почему бы и нет? То есть люди вообще об этом думают. Вопрос к Олегу сразу несколько. Любимая трасса и любимая гонка? Сразу два разных вопроса, наверное, имеете в виду одно и то же. Наверное, гонка ваша в кубке Порше, а трасса в... Ну, знаете, у меня очень много любимых трасс. Я точно считаю, что Замборд – потрясающая трасса, хотя я там очень мало тестировался, поэтому как-то у меня там проблемы были, особенно в квалификации. Как ни странно, трасса четырех поворотов Норрис Ринг, она на самом деле изнутри гоночного автомобиля потрясающая. Немецкая Монако. Вот, да. Ну, вот примерно так. Ну, Хокенхайм – он очень технически сложная трасса, тем более, что вот сейчас это большие скорости, жесткие торможения. Там все традиционно много тестируются, поэтому более-менее в равных условиях. Еще несколько вопросов на эту же тему. Как себя подготовить к участию в такой европейской серии? Ну, я могу напомнить, что у Олега Гассельман большой опыт участия в российских гонках, самых разных. И, собственно, в Европу приход был далеко не случайно, а планомерен и на протяжении нескольких лет. Я, к счастью, давно уже не участвую в российских гоночных сериях, уже давным-давно. Но, тем не менее, чтобы прийти в ДТМ, я думаю, что надо предыдущий какой-то чемпионат достаточно высокого уровня выиграть. А что, например? Вот там какую-нибудь европейскую Формулу-3. Ну, да, по этому вопросу как раз добавить. И вот в этом есть как раз плюс последних лет ДТМ по сравнению с Формулой-1. Потому что в Формуле-1 в последние годы можно прийти только за деньги, по большому счету. Только имея спонсорский бюджет, перенеся его в команду. В ДТМ же в последние годы тенденция все-таки несколько иная. Производители Ауди и Мерседеса с следующего года БМВ приглашают пилотов, которые действительно, в общем, привели себя в каких-то молодежных сериях, особенно в Евросерии Формулы-3. И в последние годы именно пилоты из Евро-F3 очень хорошо себя показывали в ДТМ. Потому что, как говорят сами пилоты, по стилю управления машина ДТМ ближе именно к Формуле-3, допустим, нежели чем к Формуле-1. Из-за чего, например, у экс-пилотов Формулы-1 большие проблемы затем с адаптацией к технике ДТМ. И пример этого года отличный – это Эдуардо Мартара, который стал лучшим дебютантом сезона из пяти пилотов. Дважды поднимался на подиум. В прошлом сезоне он выиграл Евросерию Формулы-3. Два последних года побеждал в престижном Гран-при Макао. В этом году получил место в Ауди. Выступал также на машине предыдущей модификации команды «Росберг». И в итоге стал очень уверенно лучшим из новичков. И более того, даже в генеральной классификации по итогам чемпионата сумела опередить Оливера Джарвиса, который уже несколько лет выступает в ДТМ. И выступал в этом году на машине последней модификации. То есть такая дорожка очень уверенная. А вот как насчет разницы все-таки Формула и кузовной автомобиль? Ну, все-таки это не совсем кузовной автомобиль. Это все-таки прототип. Поэтому он что-то среднее между хорошими кузовами и «Формулой-1». Поэтому он очень похож по пилотированию на «Формуле». Я ездил на автомобиле ДТМ. Потрясающее ощущение. Сильно отличается от кузова, сразу скажу. И даже дело не в скорости, а дело в ощущениях. То есть аэродинамика по-другому совершенно работает. Какой бы совершенный, быстрый не был бы автомобиль класса GT, прототип он совершенно по-другому себя ведет на трассе. То есть к нему надо даже адаптироваться, потому что там где-то думаешь, что машина не повернет. Смотришь телеметрию, оказывается, здесь еще вверх передачу включает. А у кузовного пилота ему кажется, что надо затормозить и передачу вниз включить. Ну, примерно такая разница. Сразу в догонку вопрос к вам обоим. ДТМ и ДАОТСИ, чемпионат мира по кольцевым гонкам. Вот сейчас мы как раз видим, вопрос пришел в догонку после сравнения с формуленными болидами. Вот здесь это можно сравнивать? Да нет, это совершенно небо и земля. И дело даже не в автомобилях. Ну, там все-таки это туринг такой российский, грубый. То есть я правильно понимаю, ДТМ на несколько порядков выше? Ну да, по всем показателям. Особенно по автомобилям, уровню конкуренции и так далее. Это не мое личное мнение, это объективная картина, которую нельзя отрицать. Полностью соглашусь с Олегом, потому что, в общем, несмотря на то, что WTC – это чемпионат мира, и многие ведутся на эту вывеску, но действительно это, по сути, только вывеска. По престижу, по своему статусу ДТМ опережает WTC. В общем, это не стоит скрывать. И здесь, конечно, фактор и истории серии, и того, что автоконцерны очень много именно вкладывают денег в это. Мировой туринг действительно – это серия, ну, больше, так скажем, для частных команд, несмотря на то, что там тоже выступают заводские команды, но они зачастую уходят. Вот BMW лучше тому подтверждение. Баварцы поняли, что медиа-отдача от выступления в ВДТМ, несмотря на большие затраты, скажем, она будет выше. И поэтому после многолетних переговоров, наконец-то BMW в следующем году возвращается. А это, кстати, очень распространенная ситуация. Допустим, посмотреть чемпионат Европы GT3 и немецкий GT Masters. Кажется, там, национальный чемпионат, он просто до недавнего времени, я просто в этом году уже не слежу, но я просто видел эти гонки, но небо и земля. То есть любительский европейский чемпионат и суперпрофессиональный национальный чемпионат на тех же машинах. Одинаковый автомобиль. Смотрится совершенно по-другому и так далее. Но это понимают, естественно, пилоты и гонщики понимают, понимают также и спонсоры, я так понимаю, которые вкладываются. Да, кстати, все же попытки из ДТМ сделать мировую серию провалились, и они, по-моему, успокоились, на этом закончились. Хотя география позволяет говорить о том, что это уже такой интерконтент. Да, ну зачем надо снимать сливки с Центральной Европы? Это гораздо более продуктивно, чем изображать из себя чемпионат мира. Это накладывает определенные же обязательства. И серия становится... Теряются одни спонсоры, а другие не приобретаются. Вдогонку еще мнение. Получается, значит, не буду зачитываться целиком, очень длительно Красноярский край, Алексей. Получается, что ДТМ для Европы, Наскар для Америки, что-то в этом роде. Да, да, все правильно, я тоже так считаю. И не секрет же, что Наскар в Америке более престижен и популярен, чем Индикар, да, или там долгое время было, а тем более Формула-1. В Европе, на самом деле, зачастую слышишь мнение вот именно такое, что Формула-1 такая рафинированная, там, медиа, какая-то гоночная серия, а вот ДТМ, там, правильные пацаны наши, там, вот гоняются. И, кстати, что касается пересечения между ДТМ и Наскаром, это пересечение уже вполне официально его можно назвать, потому что организаторы двух серий ввели между собой переговоры. С 2013 года стартует отдельная серия для машин ДТМ именно в Америке. Часть этапов будет проходить вместе с серией Грантам, где выступают прототипы, спорткары, и часть этапов именно в рамках гоночных уикендов Наскара. Это позволяет производителям, которые выступают в серии ДТМ, выставлять свою технику на американском рынке, в американских гонках. Такие же переговоры ведутся с организаторами японского чемпионата Super GT, но здесь, по последней информации, как-то немножечко застопорилось, и пока что нет конкретики. Может быть, чуть подальше, там, с 2014 года тоже произойдет какая-то унификация. Сейчас Япония вообще был год тяжелый, поэтому они не спешат. Да, плюс катаклизмы природные в Японии, да, конечно, это все наложило свои отпечатки, потому что говорили о том, что Ниссан придет в ДТМ, о Тойоте говорили, но в итоге Тойота решила вернуться в Лиман с гибридным прототипом. Ниссан пока в ближайший, по крайней мере, год-два в ДТМ приходить не собирается. Но в следующем году уже с тремя марками, Ауди, Мерседес и БМВ, наконец-то, три гиганта немецкой автопромышленности, и, конечно же, это уже вполне достаточно для того, чтобы серия стала еще более популярной, чем она является сейчас в Европе и в мире, потому что действительно организаторы нацелены на глобализацию. Нет никаких задач делать из серии чемпионат мира официальной под статусом Международной Автомобильной Федерации, что планировалось сделать в середине 90-х, и в итоге ФИА, по сути, чемпионат убила, потому что ФИА взяла под свой контроль те права, все расходы, и в итоге они настолько сильно взвинтились, что команды стали уходить один за другим из серии, и серия умерла. И вот 2000-м была заново возрождена. Но сейчас организаторы серии ДТМ действуют как бы обособленно от ФИА. В любом случае, конечно же, регламент, календарь, все это проходит одобрение Международной Федерации, но так или иначе это отдельная коммерческая серия. И есть большие планы на глобализацию. Уже в прошлом году был этап в Шанхай на городской трассе. Прошел, правда, он не слишком удачно, но это скорее вина местных организаторов. В общем, городскую трассу подготовить действительно дело непростое, и у китайцев это получилось не лучшим образом. В этом году также планировался этап в Шанхай, но в итоге его отменили на этой городской трассе. В финал, я так думаю, что и сами немцы. Да, и очень были недовольны в прошлом году немцы, о том, что финал не в Хакенхайе по традиции, а в Шанхае очень много было третики. Еще пару вопросов. По поводу новичков очень хочется рассказать про девушек, которые в этом году появились в Пелетоне. Олег, вообще в немецких гонках женщины нормальные явления, так понимаю? То есть они встречаются и довольно быстрые. И бывают быстрые новости. Я часто рассказываю, я в свое время выступал в чемпионате Германии с Клаудией Хурген, и мне потребовалось прям год, чтобы ее догнать. Это прям была такая сверхзадача. Ездят быстро, но я думаю, что все-таки в ДТМе это исключение, скорее всего, все-таки по таким медийным соображениям. Это мое мнение. Может, Сергей меня поправит. Я могу добавить и подтвердить слова Олега. Действительно, появление женщин в ДТМ – это изначально была идея организаторов для увеличения популярности. Немножко шоу добавить. Да, Сьюзи Стопперт уже несколько лет выступает в этой серии. И в прошлом году очень здорово, кстати говоря, выступила. Два раза попадала в первую восьмерку, набрала очки. В этом году, к сожалению, ни одного очка не набрала. Но все равно, в общем, выступает достойно, опять же, учитывая плотность и уровень пилотов. К ней присоединился в этом году Рахиль Фрей. Для швейцарки это был дебютный сезон. Конечно, ей пришлось непросто. Как я уже говорил, она была записным аутсайдером. Но также, в общем, отставание, учитывая уровень серии, уровень пилотов, исчислялся редко когда десятыми, скорее сотыми. И Рахиль Фрей в следующем году останется в составе Ауди. И, скорее всего, конечно, уже приобретя опыт, будет выступать лучше. Но что касается Сьюзи Стоддер, то она теперь выступает под памилией Сьюзи Вольф, потому что вышла замуж за Тота Вольфа, которая является заодно совладельцем команды ХВА, основной команды Мерседеса, и акционером команды Вильямс Формулы-1. Понятно, куда она собралась. У нас звонок из Питера. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, конечно. Здравствуйте, вы в эфире спрашиваете. Добрый вечер, товарищ. Очень приятно. Добрый вечер. Я не могу вам обменивать возможности. Вы знаете, у страны ситуация. Среди штата наточки признают форму МОДИС, не спускают ни к себе, и не участвуют в ней. А вот сейчас, ну, почти выступает, почти в организм, а ДТР не никак. И, ну, это вот, ближайшие три-четыре года, он подойдет на, ну, как-то изменение, соответственно, имена в ней, которые включатся в этой ситуации. И какой ситуации, что он от агонизма выкулит? Результат этого агонизма. Сложный вопрос. Единственное, я не уверен насчет ДТМа и именно Индикара. Почему здесь в противостоянии? Мы, наверное, перепутали с Наскаром. С Наскаром, имеется в виду. Ну, насчет Америки и Формулы-1 мы тут немножко по другой теме общаемся. Но это понятно, да. В следующем году отменили этап американский, потому что, насколько я понимаю, по-простому, когда к властям штата пришли с просьбой выделить денег на строительство трассы, власти штата, где должна была проходить гонка, сказали, зачем, у нас и так Наскар проходит, нам еще вам деньги платить, когда Наскар у нас проходит, и нам приносят деньги. Поэтому решили этот проект немножко отложить там на год. Вот. То с ДТМ как раз наоборот ситуация такая, что с Наскаром, мы сейчас обсудили, Сергей рассказывал, что с Наскаром они как раз объединяются, есть какое-то у них соглашение. Ну, я просто могу чуть-чуть рассказать. Тут надо смотреть на это с точки зрения спортмаркетинга. То есть, смотрите, огромное количество национальных спонсоров в Наскаре и в ДТМе. Зачем ДТМу идти в Америку? То есть, ну, автопроизводителю, может, надо, но, скорее всего, за свои деньги посылать туда целую гоночную серию, проще там в национальном чемпионате построить какую-то команду, как Ауди. Именно вот это в итоге и стало последним, так скажем, каплей, которая привела ДТМ, привела БМВ в ДТМ сейчас со следующего года. Да, потому что БМВ проваливается в Европе, в Германии, в сопутствующих странах вокруг, где выступает ДТМ, и там сливки с этого рынка, а он очень большой, снимает Мерседес Сауди. И было понятно, что какие бы противоречия на уровне организаторов ДТМа и БМВ не были, но все-таки разум изобладает, и вот мы видим на следующий год ДТМ опять, ой, БМВ опять в ДТМе. Очень здорово, положительно. Ну, исчерпывающе. Дорогие друзья, я предлагаю проголосовать по следующему вопросу. Уже в начале программы был звонок нам из Тамбова на эту тему. Как вы считаете, получится ли у БМВ в следующем году достойно побороться с другими представителями Большой немецкой тройки, оказать достойность сопротивления, ну и, в общем-то, удачно выступить в чемпионате? Вы видите сейчас плашку нашего голосования, пожалуйста, голосуйте, давайте ближайшие несколько минут попробуем узнать ваше мнение, как вы считаете, верите в баварцев или все-таки им придется вкатываться, учить там правила, я не знаю, регламенты и прочее. Как раз позволю начать, может быть, эту тему, потому что последняя новость, которая сейчас активно обсуждается среди специалистов и болельщиков серии ДТМ, это то, что Мартин Томчик, выиграв титул за Ауди, подписал контракт с БМВ. Вот так вот, это вот он нам показал хвост. Вот этот момент, когда его все-таки перевели в команду дублера, так скажем, пересадили за руль старой машины, все-таки, да, обида осталась. Ну и плюс, в общем, здесь, конечно, есть несколько мотиваций, потому что, опять же, в следующем году уже не будет новых и старых машин, будут абсолютно новые автомобили, новые силуэты, теперь это будут не седаны, а купе, они будут стилизованы под купе, соответственно, Ауди А5, Мерседес С-Купе и БМВ М3. И, соответственно, если Мартин Томчик, вот став чемпионом, вновь возвращается в состав команды Абспортслайн, но даже, будучи чемпионом, все равно он в тени Шайдера Экстрема, традиционных звезд Ауди. И с этой точки зрения, на мой взгляд, менеджер Мартина, которым, кстати говоря, является его брат Тобиас, в общем, правильно они приняли решение, решив, вот выиграв титул, так красиво, и перейти принять вот этот новый вызов, как сказал сам Мартин Томчик, перейти в новый проект, в БМВ, где есть возможность построить отношения с командой за ног. Плюс БМВ очень серьезно готовится к следующему сезону, на тесты, которые сейчас уже коллективные проходят между тремя производителями, БМВ выставляет традиционно по три машины, приглашает огромное количество гонщиков, уже тех, которые подписали контракт, и те, которые претендуют на это, в то время как Ауди и Мерседес выставляют гораздо меньше машин, Ауди две привозят, Мерседес вообще на всех тестах была только с одной машиной. Но у них уже большая проделанная работа. Да, но работа проделана, но регламент меняется абсолютно кардинальным образом, со следующего года абсолютно новые технические правила, машины абсолютно новые, то есть и здесь БМВ имеет шансы уже с первого сезона выглядеть весьма достойно, поскольку не стоит забывать, вот как раз Бронен Спенглер сейчас на экранах, он тоже подписал контракт с БМВ, то есть БМВ переманило на свою сторону лучших пилотов Ауди и Мерседеса по итогам этого сезона. Томчик чемпион, Бронен Спенглер занял третье место, но был лучшим из Мерседесов. Судя по словам Олега, видимо, сильно упали продажи в Европе, раз они так раскошеливаются. Ну, я думаю, что это не прямая, конечно, заявка, да, упали в продажи, как раз денег бы на этом не было. Ну, да, Сергей прав, я тоже считаю, что сейчас технический регламент настолько сделан френдлик и к новым участникам, что, я думаю, у БМВ должно сразу получиться, тем более, что одному богу известно, что мы видим только пилотов, которых они переманили, а сколько инженеров. Да, потому что Морберт Хауп еще в прошлом году, когда вот только стало известно о том, что БМВ в 2012, то есть через два года придет в серию, Морберт Хауп уже ругался в прессе в открытую, что БМВ, не стесняясь, переманивает у нас штат. Не только с пилотами ведет переговоры, но и с инженерами, и с механиками. Так что, действительно, мы не знаем, насколько серьезная утечка кадров произошла из Ауди и Мерседеса. Мы знаем только верхушку айсберга, Томчика и Спейнгера. А сколько, действительно, ценных инженеров перешло в Мюнхен, стоит только догадываться. Да, и может, как раз нынешние провалы, как раз это следствие того, что какой-нибудь инженер ушел у Мерседеса или у Ауди. Поэтому тут внутри кухня, и, конечно, насколько бы ты внимательно не следил за гоночной серией, мы можем информацию собирать только по крупицам, а как оно там внутри, нам убогу известно. Вот, слухи доходят, еще что-то, еще что-то. Ну, так или иначе, БМВ уже в первом сезоне после длительного перерыва, поскольку БМВ заводской командой выступала в ДТМ последний раз в начале 90-х. И вот в первом же сезоне БМВ получает на свою М3 чемпионскую единичку. Конечно, это приятно. Причем, что касается Спейнгера, то насчет его перехода из Мерседеса в БМВ говорилось на протяжении всего сезона. По сути, это был самый плохо скрываемый, как шутили в падеке, секрет года. Все знали о том, что Спейнгер уйдет в БМВ, хотя официально об этом не говорилось. А вот переход Томчика стал более неожиданным, поскольку информация появилась о том, что он ведет переговоры с БМВ только после финиша последнего этапа. Хотя, как сейчас, уже становится ясным, уже когда все бумаги подписаны и все карты раскрыты. Контракт был подписан еще даже до того, как Томчик оформил свой чемпионский титул. Понятно, то есть уже заранее. Уже заранее в БМВ подсветились, да. Друзья, подводим итоги нашего голосования. Уже все, не голосуем за БМВ. На самом деле, за никто не голосовал. 63% не верят баварцам, несмотря на все, что мы сейчас рассказываем, что они купили всех, все предусмотрели и заранее. 63% нет, не смогут одолеть Ауди, Мерседес. Ну, вообще, по логике вещей, следующий год должен быть опять за Мерседесом. Я думаю, мне так кажется, что все-таки представители большой тройки и как бренд, и как концерн, и как автоспортивный мощный такой коллектив, они так просто не должны отступать, они еще поборются. Нет, безусловно, никто отступать не будет, ни один из трех производителей. Я, наверное, в этих 63%, но 63% против 37%, что БМВ сразу в первый сезон одолеется, остальных не удастся. Я так думаю, что нас на следующий год ждет очень интересная борьба, и мы сейчас не можем просто предсказать. Я говорю, что БМВ просто не провалится очень низко, он будет конкурентоспособен на уровне нынешних участников ДТМ. Для меня это очевидно. А вот что касается как раз БМВ, то в блоге моем для Олега был вопрос от Дениса Кузьмина из Санкт-Петербурга по поводу Энди Приоли и Августа Фарфуса. Как раз пилотов из мирового туринга. Энди Приоли трехкратный чемпион мира, Фарфус тоже там выигрывал гонки, и вот они уже подтверждены в качестве основных пилотов БМВ на следующий год. Насколько быстро им удастся адаптироваться и к технике ДТМ, пускай это будет по сути новая для всех техника, но и вообще к самой серии, потому что регламент, сами гонки серьезно отличаются от мирового туринга. Там спринты, здесь длинный часовой заезд спецтополь. Трудно сказать. Допустим, тот же Приоли выезжал на Нордшляфе, и вроде бы кажется, что человек никогда не участвовал в гонках по Нордшляфе, поехал там, насколько я помню, достаточно быстро. Вот. Но все-таки ДТМ другая дисциплина, хоть она и кузовная, но от туринга она очень сильно отличается. Плюс те люди, с которыми им придется конкурировать, они прям специализируются на ДТМе уже давно. Я думаю, что ему придется не сладко, и как раз приглашение очень сильных пилотов в БМВ говорит о том, что они решили подстраховаться. То есть традиционные их пилоты, конечно, хороши, спору нет, быстрые, профессионалы и так далее. Но они подстраховались со всех сторон, пригласив двух очень сильных пилотов. Да, и, конечно, их багаж, опыт крайне важен будет для БМВ с этим новым проектом. Да, ну, то есть я еще раз подчеркну, потому что и гоночная серия, и автомобили, они очень сильно отличаются. Они прям очень далеко друг от друга. Ну что ж, посмотрим в следующем году. Дорогие друзья, продолжайте писать. Вот тут есть мнение, что ДТМ интересна, но это гонка пидстопов. Это, опять же, наверное, о шахматах, о которых мы говорили вначале. Не знаю. Ну, тут палка о двух концах не будет с пидстопов. Значит, придется ставить жесткую резину, ее экономить. Более размеренная будет езда. Или надо делать короче заезды, которые также очень своеобразны. Поэтому тут, насколько я знаю, ДТМ к этому регламенту шел очень долго. И, на самом деле, он очень хорош, я считаю. И в спортивном плане. И в спортивном плане, да. То есть, поверьте, гонки с пидстопами в спортивном плане очень сложные. Прям совсем сложные. Действительно, может быть, с точки зрения болельщика, который не вникает, скажем так, в техническую суть, не вникает в те изюминки, которым интересна эта серия, а может быть, действительно, в последние годы казалось, что гонки зачастую превращаются в процессию. Езда от старта до финиша и только меняется что-то во время пидстопов. Но как раз, чтобы решить эту проблему, вводится новый регламент. Потому что у этого нового регламента, в общем, есть три основных цели. Первая цель – это повышение безопасности, о чем была посвящена недавняя программа «Попутчик». Абсолютно новый карбоновый монокок, который выдерживает краш-тесты, который не проходит даже Формула-1. Вот этот монокок будет использоваться у всех автопроизводителей в следующем сезоне. Вторая цель важная – это снижение расходов. Естественно, с учетом кризиса, который вроде бы прошел, но нас пугают новым витком. И с этой точки зрения как раз вот эта унификация узлов и агрегатов автомобиля, а более 50 именно узлов будут одинаковыми для всех трех автопроизводителей в следующем году. Опять же, вот распространять эту гонку вооружений, да, чтобы снизить бюджет. Да, и, кстати, еще плюс ДТМ хочу сказать, но тем не менее эта гоночная серия остается с нормальным. Вот смотрите, ребята сидят с нормальным рычагом, переключение передач, хоть и секвентарно. Вы последний раз в этом году, в следующем году, да. Все уже нам приходят на гнотки. Подрулевые лепестки многие, да, тоже. Этим были расстроены, потому что считают, что настоящие гонщики, в общем, должны действовать рычагоном, а не лепестками. Но так или иначе, вот все-таки вот эта мода, да, наверное, тенденция на эти подрулевые лепестки в следующем году. Нет, а как правду, вот почему такое разделение? То есть реально многие пилоты считают, что можно рычагом работать быстрее и эффективнее, чем лепестками. То есть все равно отрываешь там руку с руля. Да нет, но дело не... Так вот любительские, а? Да нет, но тут уже скорости никакой нету. То есть, ну я не знаю, лепестки или рычаг, то есть по скорости это ни на что не влияет. Просто с рычагом, с тремя педалями, ну просто сложнее. Поэтому пилоты, которые это умеют, они занимают такую позицию, что там, типа кнопками или... То есть, смотрите, значит, резину попроще поставили. В этом году убирают еще и рычаг. Ну а потом должна появиться коробка автомата. Это третий, наверное. Нет, ну я не думаю, что коробка автомата появится. И вот третья цель, на которую направлен новый регламент после повышения безопасности и снижения расходов, это увеличение зрелищности гонок. В чем основная была беда... Зрелищность обычно это вот как-то один просит обгон. Много обгонов, да, то, что как бы любят зрители. В чем была беда ДТМ в последние годы? Машины настолько серьезно аэродинамически загружены, что тяжело преследовать впереди идущий автомобиль. Возникает завихрение, и из-за этого обгоны затутнены очень серьезно. В следующем году аэродинамика машин будет очень серьезно урезана. Мы уже не увидим этих многочисленных крылышек позади, особенно Ауди. Ауди всегда славилась развитой аэродинамикой сзади своих автомобилей. И пилоты Мерседеса, зная вот эту силу Ауди, именно аэродинамическую, зачастую так немножечко крылышки им обрезали во время гонок. Ну, это скорее шутка такая, но так или иначе имело место быть. В следующем году такой уже серьезный аэродинамик не будет. Надо по-честному, как в Носкаре гоняться, на чемоданах. Да, и вот в стаканах. Да, железный на колесах. И вот этой развитой аэродинамики в следующем году уже не будет. Но при этом, несмотря на это, скорости останутся примерно теми же. За счет того, что шины со следующего года будут абсолютно новыми. Они будут гораздо шире, чем были в предыдущие годы. Передние шины следующего сезона будут шире, чем нынешние задние. Они будут по размерности примерно как шина прототипов LMP2 в следующем году. За счет большего механического сцепления удастся снизить потери от аэродинамической прижимной силы. Поэтому скорости на круге примерно останутся теми же. Плюс машины станут чуть длиннее, чуть шире и чуть ниже. То есть абсолютно новая техника. И вот за счет всего этого организаторы рассчитывают, что борьба станет более плотной. И мы увидим больше обгонов. Потому что уже не будет препятствия угонщиков преследовать впереди идущий автомобиль. Ну это уже интрига какая-то, потому что пока это не увидишь, ну как минимум на тестах, а самое важное уже в самой гонке, да, как это все работает на самом деле. Наверное, когда будут известны первые времена на этих автомобилях. Ну да, а потом этот ДТМ традиционно славился вот этой борьбой на первых кругах, где, в общем-то, аэродинамика дел 10 именно такой бескомпромиссной борьбой. Это однозначно останется. Поэтому, а если еще возрастет плотность борьбы там на последних кругах, хотя были гонки, когда и боролись там до конца, я думаю, что, ну, все предсказывают так оптимистично будущее ДТМ, тем более, что если в серии ничего не случилось, когда Опель ушел, когда там была, я просто как раз гонялся, вот, был на этих гонках и был в Хукинхайме на первом этапе, когда ушел Опель, вот, и было два производителя, и все с содроганием думали, а что ж будет, да. Оказалось, битком трибуны, как будто ничего не произошло, да. Поэтому уж, а теперь-то я думаю, что в будущий год будет вообще подъем интереса, все-таки интрига такая накручивается, поэтому я думаю, что все будет здорово. Ну, действительно, по большому счету, пару лет назад ДТМ стоял на краю пропасти. Именно с этим связано то, что организаторы вели переговоры с новыми марками, чтобы привлечь нового производителя, разрабатывали новый регламент, он действительно разрабатывался несколько лет, и вот это удалось сделать, и теперь, в общем, будущее серии внушает оптимизм, особенно учитывая кооперацию с американскими организаторами из Носкара, с возможной кооперацией с японскими организаторами серии Super GT, ну и, конечно же, битва Audi, Mercedes и BMW должна еще больше подклеснуть интерес к серии. Ну, это такая общая проблема, общее место, если помните, да, в чем это мир параллельная проблема. Ушли производители кризис, да, тоже WTC, тоже как-то поредели ряды, да, и вот привлечь, опять же, всех где-то бюджетами, где-то вот именно какими-то другими прелестями, это общая задача, кому-то удается как ДТМ, это здорово. Ну да, ну вот вы представляете, что существуют гонки, где, ну вот ты своими глазами видишь в один день там по 150 тысяч зрителей на трибунах, то есть для нашей страны это просто космос, то есть это... Кстати, по поводу нашей страны уже приходится несколько вопросов, я сейчас отмотаю, но один из первых, Костромская область, давно говорят о приходе ДТМ в Россию, в свое время говорили, что этот приход более реален, чем Формула-1. Формула-1 будет в Сочи, а когда и где будет ДТМ, спасибо. Еще несколько вопросов такого характера. Что слышно по поводу этого? Тем более, что мы дружим с Германией, у нас производятся немецкие автомобили, где, может быть, в Калининграде появится трасса для ДТМ? Ну, вряд ли она появится в Калининграде, на самом деле, ведь в 2005 году ДТМ должен был быть в России. Организаторы приезжали в Москву, привозили машины, Мерседес, Опель и Ауди, выставлялись на Красной площади, этап был запланирован на Воробьевых горах. К сожалению, этап не состоялся, в общем, в итоге трассу подготовить не удалось. Сначала гонка была перенесена на будущий год, но затем окончательно отменена. В общем, с тех пор, насколько я знаю, Ханс Вернер Ауфрехт, который является боссом серии ДТМ, главой компании ТЭР, ну, затаял такую небольшую обиду на Россию, что тогда, несмотря на то, что они за свой счет привели эту презентацию, в общем, очень серьезно действительно рассчитывали на российский рынок, но российская сторона именно подкачала. Тем не менее... Они просто не представляют, что значит поменять асфальт во всем этом регионе, да, и выстроить безопасность в Воробьевых горах. Ну, так или иначе, в Нюрнберге знаменитая трасса Норрислинг, тоже пилоты жалуются, да, и Олег, наверное, расскажет о том, что асфальт там очень неровный по сравнению с стационарными автодромами. Тем не менее, гонка там проводится. Ну, там есть единственное место, там, ну, я знаю еще примерно такое место на Норршляфе, да, там, карусель Корчеллы, да, но там есть вот место, где ты выезжаешь с асфальта на гранитные плиты. В общем-то, они под гоночными сликами. И тут же стена стоит. И это место называется стеной позора. Вот, и это достаточно так, ну, допустим, я вспоминаю свои ощущения, когда я первый раз там выступал. Это странное ощущение. То есть ты думаешь, что, ну, то есть зажмурив глаза туда выезжаешь. Поэтому тут по поводу асфальта, я думаю, что не та проблема, а вот по поводу безопасности, да, но существует решение для городских трасс, ну, в общем-то... Готовое, да? Да, готовое решение. Сейчас же достаточно, ну, потом сейчас появляется трасса под Волоколамском, которая соответствует, в общем-то, под Смоленском. Трасса теоретически могла бы принять ДТМ, но ничего в этом... Там в Ушерслебе не ездит ДТМ, а в Смоленске, в общем-то, не хуже, так скажем. Ну, вот, а под Волоколамском это будет прям трасса, там нужны такие гонки типа ДТМ. Другое дело, это чуть будет, наверное, противоречить проекту «Формула-1» в Сочи, что если другая, зная нашу страну, если другой гоночный объект привлечет примерно такое же внимание... Риск такой есть, судя по глядя на Европу. Да, 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 поэтому, ну, трудно сказать. Хотя, конечно, Россия, если мы говорим об автогоночной России, это, конечно, Россия страна «Формула-1». У нас ДТМ гораздо менее популярен, к сожалению. Ну, как и в серии остальные виды авто и мотоспорта, в общем-то, по большому счету. Да, да, да. К сожалению, у нас пока... Мы слышали только вот о чем-то таком вот «Формула-1», «Формула-1». Многие слышали, не знают, что это такое, вот, не разбираясь в автоспорте и так далее. А в Европе все давно уже голосуют за другие гоночные серии, как типа ДТМ. Ну, спрошу. Опять же, по нашим зрителям, по СМС-сообщениям, Сергей Волгоград, что для спортсменов, значит, ДТМ в России? Вот прям такой дословный вопрос. Спортсмены-то, профессионалы, понимающие, что это за гоночная серия, это вот... Или то же самое? Ну, я надеюсь, что, может быть, после этого наши молодые дарования, кои сейчас появляются, вот, это положительный момент, все-таки перестанут обращать внимание только на «Формула-1» и подумают о ДТМе, вот, что задумывается о том, что профессиональная гоночная карьера – это штука такая, несколько другая, не то, о чем они думают, вот. И если ты хочешь, на самом деле, зарабатывать себе на жизнь гонками, вот, а не, там, ловить какого-то там журавля в небе, вот, то можно пойти другим путем и быть успешными, известными, известными и так далее. Да, не «Формула-1» единый, что называется. И, в общем, сейчас как раз в Европе, европейские гонщики это прекрасно начинают понимать. Очень много вот примеров пилотов, которые действительно, не сумев найти бюджеты на, допустим, серию «Джи-Ди-2», очень дорогую, а без нее в «Формула-1» не попасть, в итоге попадают в ДТМ, получают контракт с одним из производителей. Отличные примеры, допустим, Кристиан Фиторис в этом году немец. Он совмещал, кстати, выступления и в «Джи-Ди-2», и в «ДТМ». Но на следующий год он принял решение остаться в ДТМ и уже там полностью сконцентрировать свои усилия. Ну, а лучший пример вообще этому – это пол Ди-Реста. Человек, который выиграл у Себастьяна Феттеля в Евросерии «Формулы-3», выступая за одну команду с ним, выиграл в чистую. То есть это была равная борьба. Мы только в понедельник обсуждали, что и Алеша побеждал, где теперь Феттель и где теперь Алеша. И в итоге Феттель, пользуясь поддержкой «Рэдбула», легко попал в «Формулу-1», Ди-Реста не смог найти денег даже на «Джи-Пи-2». Но Норберг Хаук обратил на него внимание, пригласил в команду «Мерседес». Сначала он выступал на двухлетнем «Мерседесе», тем не менее, блестяще себя показал, был даже на подиуме. Вот что с Лебене на машине двухлетней давности тогда и такие выступали. И заслужил себе место в составе основной команды «ХВА». И в прошлом году выиграл титул в соперничестве с партнерами по команде, с Пенглером и Пафеттом. И в итоге через ДТМ попал в «Формулу-1», где выглядит тоже очень здорово. Он выступает наравне с Адрианом Сутилом, своим более опытным немецким товарищем по индийской команде. Так что для молодых пилотов действительно ДТМ становится такой площадкой, где можно выступать на очень высоком уровне. Серия имеет огромную популярность во всем мире. В этом году прямые трансляции начались в Китае, например, причем на одном из основных каналов. И при этом не платить деньги за свое выступление, а действительно в качестве заводского гонщика получают солидную зарплату. Да, но ДТМ – это все-таки гонки производителей. То есть должны быть, во-первых, Ауди или Мерседес, или BMW должны быть заинтересованы в российском пилоте. Я надеюсь, что какой-то такой момент... Насколько я знаю, по такой вот внутренней информации, в BMW есть интерес к российскому рынку, очень серьезный к российскому пилоту, и рассчитывают, может быть, через 2-3 года какого-то российского пилота. А кто это может быть? Ну, ты знаешь, наверняка, вот пилотов сейчас молодых следишь, и вот на твой взгляд, да? Кто сейчас уже есть готовые люди, которые могли бы перейти? Может быть, кто-то из действующих пилотов туринга? Ну, я не знаю, думают ли они об этом. К сожалению, то, что мы видим в пресс-релизах, это все думают о Формуле-1, но я не знаю, тот же там... Да, 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 да. Долго, печально. Хотелось бы их лучше, конечно, увидеть в ДТМ, и там следующие, допустим, 10 лет болеть за них в ДТМ, это гораздо более продуктивно, а то или 15 лет. Я вот думаю, что тому же Михаилу Алешину по силам выступать в ДТМ на очень хорошем уровне, потому что, например, Мигель Малина, который дебютировал в ДТМ в прошлом году, испанский гонщик, стал лучшим дебютантом прошлого года, в этом году дважды стартовал с пола, финишировал на подиуме на финальном этапе в Хокингхайме, он пришел как раз в ДТМ из мировой серии Рено, где, кстати говоря, не блистал, в отличие от Алешина. Так что вот Михаил Алешин – это вполне гонщик того уровня, который может себя показать достойно в серии ДТМ. Но, к сожалению, действительно, у нас все зациклены на Формуле-1, и, на мой взгляд, большая, на самом деле, проблема. И многим гонщикам стоит подумать и посмотреть, что действительно автоспорт многообразен, и можно выступать очень здорово, и о тебе будет говорить весь мир, не только в Формуле-1. Но кто-то из наших кузовов не перейдет, да? Ну, нет, это все-таки должны быть молодые пилоты Формул, которые должны себе показать, выиграть что-то в Европе и перейти в ДТМ. То есть кузовным пилотам… Вот последний пример кузовного гонщика, который перешел в ДТМ и добился успеха – это как раз любимый Олегом Майкро Кенфиллер, который в этом году одержал свою первую победу именно в Занфорте, тоже на любимой трассе Олега. Но вот потом, после вот этого второго этапа сезона, где он одержал блестящую победу, к сожалению, неудачи у него начались. Авария в Лимане очень серьезная, пропуск этапа в Лаузице, там его заменил Том Кристенсен, который неожиданно вернулся и, кстати, финишировал в очках на седьмом месте. И после этого только один раз Рокки финишировал на подиуме, заняв третье место на Нью-Йорк-Линге, причем там шел вторым, и всего за пару кругов до финиша ошибся на торможении в первом повороте и пропустил Спенгера. Но, тем не менее, также в следующем году у него был непростой выбор, потому что в последние годы он совмещал выступления в ДТМ и гонках на выносливость, Лимановской серии. В следующем году новый чемпионат мира по гонкам на выносливость, и календарь практически полностью совпадает с ДТМ. И вот в последнем своем интервью Роккинфиллер сказал, что лично он бы выбрал сейчас ДТМ, потому что если он вдруг сейчас сконцентрируется на чемпионате мира по гонкам на выносливость, ДТМ он уже вернуться не сумеет, уже слишком поздно будет. Но это лишний раз говорит о важности этой серии. То есть туда еще можно успеть? Да, но применительно к Роккинфиллеру, допустим, так как это выходец из Порше Капа, чемпион, я знаю чуть больше. Я знаю, что и в этой гоночной серии внутри, допустим, 10 машин одного производителя, там существует и градация, и могут раньше времени зазвать на квалификации непопонятной причине. У нас уже все. Мы так увлеклись. Я прошу прощения, дорогие друзья. Эфир подходит к концу. Мы обсуждали ДТМ. В гостях у нас был пилот Олег Кисельман и наш комментатор Сергей Бинарук. На этом у нас все. До свидания. Смотрите, про его попутчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин